Лопата, первая корова. Сейчас храм построен, школа государственная построена. Ни рубля за 21 минут государство не дал. Поселить себе может, кто-то говорит, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я сказал, говорит, коровой администрации, говорит, у нас тут ни одного такого нет в администрации. Статистика наша, говорит, лжет. Ну и дальше, женщина про себя знает другое. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое за ваш дар. Мы вынуждены с вами распрощаться. Спасибо, Христос, вас, что вы приняли нас. Нам хотелось бы с вами на улице потом сфотографироваться. Так, еще немного. Вы сфотографировали нас уже много раз. Сейчас, подожди, еще одну книгу покажу. Так, где же она у меня? Два, это, двадцатая. Я давал, кажется, кому-то. Мне дали прочитать. А, дай мне, пожалуйста. Это мои беседы приватные с Александром Менем, священником, который зовут Бенбалу. Это самое передовое священие. Их сегодня за миллиарды нельзя купить, вот она. Потому что его нету. Это мы с ним сидим и беседуем. Скажут, а ты написал, а да Катапаурио все. Слышит даже, как ложечка обрешает. Их нигде больше нету. Вам не надо доказывать, как оно все, как изготовлено. Вот сейчас только спрашивают, сколько это стоит. Если я тебе скажу десять миллионов, это не все. Посмотрите. Маленький момент. А вот. У мусульман превалирует на семь голов, это синий и зеленый свет. Все. Это весь Коран. По сурам и аятам. За 1300 лет, что было сказано о них, в сравнении с Библией. И как прийти к мирной жизни. И поэтому в милиции, когда у них там экстремистские какие-то выступления, они всегда приезжают за мной. Я у них главный лектор по всех отделах милиции и краевого МВД. Так что тут никаких проверок. Видите? И Коран. Допустим, евреи живут золотом. Ну, кому неизвестно. Вот она, золотом, святой книга. Понимаете? Они открыты моком. 23. Это за 3600 лет. 3600. Что было сказано об евреях. И как нам прийти к мирной жизни. И как самым хорошим от них воспользоваться. Я работаю конкретно с ними, с людьми. И у меня в лагере дети и греки, и немцы, и евреи, и цыгане. И никого лишних нет. И это без помощи государства, ну, еще 40 лет. Вот у нас, когда вы откроете этот сайт, который дали. И там фильмы отнялись. Один фильм занял первое место в России. Второй фильм, главный приз на международном киноконкурсе. Ну, главный приз о документальных фильмах о православии. И нас назвали «Искорка, возрождающаяся Россией». Хотя на самом деле, там у нас крохотулька, там ничего и нет. Но люди увидели это самое главное. Христос сказал, если человек не отвергнется себе, то есть своей яросовщик, не возьмет крест, следует за мной, не достоин меня. Первое, это самоотречение. Вот у меня дети в лагере, встаются от 5 часов. Вы найдете такой лагерь? А почему? Пословица говорится, кто рано встает, там что-то бывает с ним. Детей нужно научить любить природу. Мы здесь все стеклышки соберем. Мы должны показать, что, приходя в этот мир, мы его встретили уже облагороженным. Вот у вас у всех есть мобильный телефон. Я вас спрашиваю, кто его изобрел? Пока я ни разу не услышал. Дети у меня знают, кто? Мартин. И начинает говорить, Купер. Так, дети, давайте за Мартина помолимся, он живой. Какой хороший прибор он дал. В детях должна быть благодарность за все. И то, что жизнь ему дала мать. И за то, что природа, и то, что изобрели вот это все. Для нас, наши предшественники. Кто изобрел интернет? Ни один не может ответить в университете. Тим Бернесли, Тим это Тимофей. Дети это знают. Дети, давайте за Тимофею помолимся. Какой он хороший. Какой умница. Он страдал, он мучился, изобретал. Неудачные опыты были. Понимаете как? Ребенок все должен знать. Они знают у нас о Боге, знают кто губернатор, кто премьер-министр. Это патриоты. У нас лозунг писает, Россия должна встать. Ну представьте, для ребенка это сейчас не заложить. Он безродный, он просто мотается где-то. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вас ждать. Спасибо вам. До свидания. Счастливого вам пути дальнейшего. Спасибо.